Межнациональный конкурс кукла в национальном костюме уже стартовал. Уже стартовал. Давайте о нем и поговорим. Возможно, еще есть время у кого-то из наших зрителей принять участие. У нас в гостях Регина Бекшати, председатель Красноярской региональной Литовской национальной культурной автономии Литва, куратор национального конкурса межнационального, точнее, кукла в национальном костюме. Посмотрите на эти костюмы, посмотрите на Регину. Регина рассказывает. Я машу. Любой конкурс включает, наверное, в себя разные номинации. Какие у вас представлены? Что нужно было сделать? Дорогие ведущие, я очень рада вас приветствовать. Доброе утро. Вы знаете, наш конкурс проходит при поддержке Управления общественной связи губернатора Красноярского края, при поддержке замечательного Дома дружбы народов. Вы были в нем? Нет, только проезжали. Только проезжали. Вот зайдите, посмотрите, получите огромное удовольствие, интересное, насыщенное такое место. И хочу сказать, что все-таки благодаря государственной поддержке проводится такой замечательный конкурс по сохранению этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Красноярского края. Поэтому все куклисты, все мастера, все рукодельники, все творцы, приходите, участвуйте. И вот до конца сентября мы принимаем заявки на конкурс. Информация о нем указана на сайте Дома дружбы народов Красноярского края. И вот сегодня я пришла, такую красоту вам принесла посмотреть совершенно разных... Это куклы с прошлого года? Да, это победители прошлогодние. И здесь вот посмотрите, да, Иван смотрит, такой татарин сидит. Вот настолько аутентично у него все прошито. И головной убор, и вот такая вот парочка, и замечательный казах к вам сегодня приехал. Поэтому... Да, есть у нас их представители Хакасии, да, нашей соседней республики, да? Да. Хорошо. Есть ли какие-то условия, например, что вот при создании куклы можно использовать только определенные материалы? Или безгранично у создателя? Вы знаете, вот мы каждый раз удивляемся, сколько вообще, насколько вот, как здорово можно придумать, да? Бывают из керамики работы, бывают из соломки, так вот меленько-меленько все вот точно вырезают, там выкладывают. Бывают, конечно, посмотрите, здесь и бисер используется, и меха, и потрясающие вот какие-то там тесьма совершенно аутентичные, потому что у каждого народа свои орнаменты, которые, как сакральные, да, такие вещи, передаются из поколения в поколение. И, наверное, благодаря конкурсу вот дети, которые участвуют, они, как правило, привлекают свою маму, бабушку, да? Бабушка рассказывает о их корнях, которые у них есть в семье, и таким образом и передается та самая традиция, которая нужна, наверное, для того, чтобы... Но участвуют не только дети. Да, участвуют не только дети. Вот Иван спрашивал о номинациях, спасибо большое. Вы знаете, это номинация для взрослых, когда участники старше 15 лет, и у нас были участники 75 лет, и, ну, то есть такие взросленькие. Потом это номинация, когда участвуют дети до 15 лет. Это видео создание, третья номинация, это создание видеоконтента, да, то есть когда нужно снять видеоролик, в котором рассказать, как ты это делал, либо о себе, да, почему ты увлекаешься этим, какие национальные особенности того или иного костюма. И вот, ну, я рада, что вот в этом году мы видеоролик добавили. И, конечно же, это композиция из кукол, потому что бывают вот такие мощные работы, когда они выставляют... Я сейчас их не принесла, но, знаете, там прямо и убранство, и вот... Застолье. Вот, прямо, да. А вот такое будет считаться композицией, если у нас еще и прялка рядом? Да, мне кажется, конечно. Это кукла, кстати, в русском национальном костюме. Да, как вы находите участников или как они вас находят? Вы знаете, у нас настолько многонациональный край, и вот 160 национальностей, согласно последней переписи, раньше это было 159 национальностей, сейчас вот... Только в крае? Да, только в крае. На территориях России их больше, но изначально наш край вот очень многонационален. И, конечно, в разных семьях дети, которые живут, они вот с родителями обсуждают, это и педагогические учреждения, это и представители национально-культурных автономий, на самом деле участвуют с большим удовольствием. И я хочу сказать, что конкурс растет, и уровень растет, и для меня очень важно, что в конце ноября, в начале ноября и до конца декабря мы все эти работы выставим в стенах, на показ в Доме дружбы. Хорошо. Красота невозможная. Раз конкурс, значит, должны быть призы, подарки. Да, рыба-карась игра началась. Да, да, да. Вот, конечно, мы всегда следим, значит, чтобы у нас были достойные призы, это всякие гаджеты для детей, там всякие... Полезные. Полезные всякие всевозможные вещи, достаточно содержательные такие. И, конечно, вообще все участники получают обязательно благодарственные письма, обязательно набор сувенирной продукции, что очень важно. Вот, поэтому приглашаем к участию. И, конечно, кто в куклы не играл, тот детства-то своего и не знал. Так, куда обращаться? Я думаю, что вот самая будет точная и такая вот понятная информация на сайте Дома дружбы народов Красноярского края, либо на страничке ВКонтакте тоже найти Дома дружбы, телеграм-канал. Вот, пожалуйста, участвуйте. Сергей, а судьи кто? А судьи. Вы знаете, каждый год мы выбираем очень тщательно наших состав жюри. И, как правило, это люди, которые имеют очень высокий сами уровень профессиональный, да? И также это представители, председатели национально-культурных автономий, что очень важно. Которые, Антон, вы, наверное, знаете, что только Литва содержит, делится на четыре региона, да? И у каждого региона есть свои особенности костюма. И, соответственно, только председатели могут вот так хорошо в этом разбираться. Да, насколько костюм, чтобы не врать, не врать. Да, ну, фантазия может быть безгранична, но все-таки в рамках конкурса нужно делать так, да, чтобы стать победителем, правда же, да? Ну, то есть создавать костюм именно согласно тому народу, который ты задумал, правда же, да? Может быть, как вы действительно сказали, было там несколько поколений до этого, которые поделятся секретами и помогут в создании такой красоты. Ну, а потом мы уже вместе с вами окажемся на этой выставке. В общем, заходите на сайт Думы Дружбы Народов Красноярского края и ищите информацию о конкурсе «Кукла в национальном костюме». У нас в гостях была Регина Бекшати, спасибо большое. Огромного вам количества желаем работ и участников. Спасибо, спасибо огромное. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Блэк-блэк-блэк. До новых встреч.